Представляете, скажем, как вы, как это все используете? Да, у него своя идентификация, там Парити стоит. Ну, у вас что, это жилет, или что-то еще? Приложение Метамаста. Не-не, смотрите, Метамаста используется как раз в библиотеке Robonomic.js. Это чтобы строить интерфейсную часть. Когда мы говорим про часть, которая на роботе, там используется обычный клиент Парити с полной нотой. То есть, когда вы ставите АИру на робота, она разворачивает у вас сразу же набор протоколов, включая эфировский протокол Парити. Автоматически создает ему идентификацию, то есть, создает локальные приватные ключи. И после этого, кстати, есть очень интересный момент, связанный с этим... Сети на ферта, что ли, не будет? Нет, он генерирует же. Когда вы запускаете локальный клиент сети Эфириум, он вам всегда, ну, как бы, не обязательно автоматически, надо нажать Create Account или кнопочку. Он вам локально генерирует всегда ключи. То есть, за ними не надо идти в налоговую и получать токен, чтобы запустить. А он, как и во всем, как в биткоине, как и во всем. И, кстати, маленькая интересная вещь. Мы используем для тех, кому программируют недалеко, еще Nix.js.js. Это декоративный подход к Linux. И там есть такая штука, называется смена поколений. То есть, когда, условно, вы меняете набор один программных пакетов на другой, атомарно, чтобы можно между ними было прыгать в одну сторону, в другую. И это очень-очень трудно поразовывать. Так вот, мы сделали, когда Аиру, первый раз, она использовала декоративный подход. В первом поколении, когда она запускается, она все настраивает. И первым она говорит, кинь мне денег. И это прямо называется generations в этой системе. И потом мы стали думать про эти, когда ты отправляешь деньги, чтобы Аира повзрослела, как программное обеспечение. Ну, начали шутить над этой темой. Как бы изнутри такие вопросики тоже появляются. Вот, задавайте, если есть. Да, спасибо, коллеги. Давайте еще два вопроса, а потом перейдем уже к вотшету, можно пообщаться неформально. Кого еще есть вопросы? А как российские государственные структуры реагируют на ваши озноборки? С интересом, не ли вам это опасно, что вы входите на их... Ну, смотрите, да, хорошо. Ситуация какая? Я лично сильно в Москве не работаю. Я работаю в Тольятти и в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге мы пытались, мы хотели запустить первую доставку на дронах между двумя корпусами Итмо, один на Васильевском острове, другой на Петроградке, Василия Пректора, Василия все-таки, ну, это человек, который интернет в Россию там доставлял в свое время, за нас пришел в администрацию, сказал, дайте им полетать в город. Не дали, полтора года занимались. В итоге в Питере мы только в порядке, видите, где мы летаем, да, в Петербурге. В городе мы не летаем. А в Тольятти очень интересный сценарий. За это лето с Тольяттинской администрацией города мы начали несколько хороших экспериментов. Первое, в Тольятти, это индустриальный город с советского наследия. У нас есть девятиэтажная вглубь свалка промышленных отходов, куда ездят диггеры, ее раскапывают. И если там возникает пожар, то в последний раз мэрия потратила 13 миллионов рублей на его консервацию, если я не путаю. Сейчас мы с ними... Так получилось, что рядом с этой свалкой находится Тольяттинская кластер информатизации, с Жигдалином называемая. И у нас там как раз есть один из офисов, и мы сейчас оттуда летаем и мониторим эту свалку. И сейчас дорабатываем, у нас один кусок остался работы, мы по периметру хотим поставить систему, ну, как вот, Волкодам, они есть, используются, например, для непересечения, чтобы при наступлении кого-то на территорию автоматически вылетал сначала трон и фиксировал. Оно прям стреляет сразу? И это вопрос опять про этику, да. Нет, реально, это не шутки, это страшно. Я был на одной из конференций в России по дронам, высший человек сказал, а я делаю по гранту дрона-биотлониста. Ну, грант, я думаю, вы понимаете, чей, и что за дрон-биотлонист, который стреляет в конкретную сторону, но не в обратную сторону. Это не про нас, мы в такие вещи ставим. И вторая интересная вещь, в Тольятти был очень сильный пожар, я не помню, здесь же в Москве тоже сколько, семь или восемь лет назад, когда в метро, да. У нас выгорел весь лес внутри города. В Тольятти есть особенность, у нас между районами, набережная Чуны похожа, в Тольятти очень похожа, у нас между районами огромный лес. То есть, если взять центр города, он с центра города в лесу находится. Вот. И он почти выгорел весят сердцевину. Причем потрачены большие бюджетные деньги были, и много-много из этого страдали. И сейчас есть добровольные инициативы, что ходят люди просто как волонтеры, но на них тратится тоже очень много денег. И сейчас мы в Тольятти тоже, мы получили разрешение ФСБ, за неделю, кстати, прислали, мы отправили, подписала Тольяттиская администрация, сказала, совместно с администрацией проводится эксперимент, ради того, чтобы тушить пожары, нам не разрешили во время чемпионата летать, сказали, два с половиной месяца не думайте ни о чем. Спустя за неделю ФСБ прислали, у них ответ такой всегда интересный, мы вам не мешаем, если вы не нарушаете ничего больше, точка. Но ответ был, и такого типа нельзя не было. Администрация тоже поддерживает, с регулятором там поговорили, вот эксперименты идут, в следующем году весной, как только уровень пожароопасности дойдет до уровня 3-4, следите за тем, что мы делаем в Тольятти, и увидите, я надеюсь, что это будет одна из, наверное, первых баз беспилотников, которые будут помогать решать хотя бы городские задачи, может быть не бизнеса, но городские, и это будет экономить деньги бюджета. Так что следите. Да, давайте последний вопрос тогда, коллеги. У меня, я немножко вопрекапутик, а у меня возникает вопрос, что эта ситуация с продажей экологических фьючерсов и деревативов, назвать по большому счету, она не приведет ли в результате какого-нибудь экологического катастрофа к какому-то финансовому грамму. Ну, например, скажем так, те же самые глобальные пожары в Сибири, например, и вдруг обрушивается экономика. Просто. Потому что это же на самом деле все взаимосядно. Деревативы с реальной экономикой они взаимосядно очень четко. Может. Да, и в случае, например, вот если речь идет о лесных проектах, то при выпуске этих деревативов там предусматривается некая норма резервирования этих экологических фьючерсов, как его назвали, для того, чтобы в случае пожара или чего-то можно было как бы эту ситуацию некоторым образом нивелировать. А потом я думаю, что автоматические броны пожарные и многие другие технологии, они нам помогут этого избежать. Здесь еще есть более обобщенный вопрос. Есть еще направление, как называется Natural Capital Price. Когда мы пытаемся оценить природные ресурсы. Если бы у нас была бы хорошая международная система оценки всех природных ресурсов, просить бы, наверное, и еще ухууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу в случаях сегодняшних мы этого не видим и сталкиваемся с этим уже постфактум, когда уже из этой воды, как человек, живущий на Волге, я знаю, что такое цветение сейчас воды в нашей реке. Из-за того, что как раз нету оценки и не идет процесса рыночной торговли, загрязнения Волги, мы не реагируем оперативно на этот процесс, потому что мы не чувствуем, как по нашему карману бьет. А решаем, как всегда, потом, когда надо уже вместо миллиона, потратить 13 миллионов. Коллеги, давайте еще раз поблагодарим спикеров и...